Сейчас буду первый раз в жизни пробовать обед командира экипажа. Это вот специальное питание для летчиков. Ну, я знаете, скажу, ничем оно в принципе не отличается от питания пассажиров. Единственная особенность в том, что в кабине пилотов никогда не бывает двух одинаковых завтраков или обедов. Всё в целях безопасности полёта. Один ест пилот, например, рыбу, второй ест курицу. То есть для чего это? Чтобы если в случае какой-то экстренной ситуации, там, не знаю, отравления, ещё чего-то, то есть на воздушном судне, то есть мог оставаться здоровый человек. Цеху бортового питания авиакомпании «Ямал» в этом году исполняется 20 лет. Технологический процесс мало чем отличается от кухни нормального ресторана, только пространство побольше и есть своя авиационная специфика в подаче блюд. В сутки цех способен накормить 2000 человек. На борт там, допустим, 180 пассажиров, у нас там 10 рейсов, образно там, ну, вот так вот это всё происходит, высчитывается и даётся загрузка, то есть по загрузке мы режем мясо, курицу и рыбу заготавливаем. Вот обратите внимание, это настоящее мясо, это не какие-нибудь там душерак или что-то, чтобы побыстрее приготовить. А скажите, а сколько вам приходится за день мяса нарезать? Килограмм 20-25 в день. Устаёте? Ну, бывает. Мясо настоящее. Меню зависит от времени выполнения рейса. Утром в самолёте вам предложат завтрак, а в обед уже сможете на выбор перекусить горячим из курицы, рыбы или мяса. Для кулинаров задача осложняется тем, что положенные калории необходимо поместить в определённой авиационной эргономикой размеры. Всё оборудование самолёта имеет строгие стандарты. В авиации очень важны размеры, чтобы было вкусно, всё поместилось, чтобы всё было на своих местах. Помните, когда вы ещё ночью спите перед утренним вылетом, например, из Тюмени в Салихард, в цеху бортового питания повара уже готовят вам завтрак. За 20 лет ямальские авиакулинары ни на секунду не прекращали работу. Денис Новиков, Александр Суворов. Специально для программы «Время Ямала». Город Тюмень.